Борьба за градус. В Житомирской области рабочие охраняют завод от рейдерско-чиновничьего захвата. Подробности выясняли наши корреспонденты. Два новых руководителя за две недели. Оба присланы на Житомирский ликероводочный завод свыше из государственного управления делами при администрации президента. Работники завода заподозрили неладное. Дежурят на предприятии сутками. Готовятся к рейдерским захватам. Такое призначение спрямовано на то, чтобы приватизировать как можно быстрее. Бажано до выборов. На заводе узнали. Очередного начальника назначил лично нынешний руководитель администрации президента Сергей Пашинский. После очередной вооруженной рейдерской атаки на помощь работникам завода пришел нардеп Геннадий Зубко. Он попытался уладить конфликт с Пашинским по телефону. Я прошу вас, чтобы приехал керевник ДУСИ и встретился с коллективом. Вот вы же разумеете. Люди всего керевника, чтобы зайти с монтировками, они его не сприймают. Все. Я разумею, что у вас есть еще правительство. Был ли на том конце провода Пашинский, неизвестно. Сам исполняющий обязанности главы администрации президента комментариев избегает. В антирейдерском союзе предпринимателей подтверждают. Житомирский ликероводочный завод действительно пытаются захватить. Это закамуфлированное рейдерство через чиновничьи схемы. Пришло новое руководство в администрацию президента. Люди хозяйственные. Люди понимают, что такое финансовые потоки. И, конечно же, у них есть желание поставить своих людей на эти финансовые потоки. Люди боятся рейдерского захвата и предлагают назначить директором кого-то из работников. Юристы говорят, у заводчан есть все шансы отстоять завод. Еще с 2008 года Житомирский ликероводочный завод должен был перейти в ведомство Министерства аграрной политики. Это постановление не исполнено. Выходит, что государственное управление делами при администрации президента к заводу не имеет вообще никакого отношения. Тем более не имеет права на кадровые перестановки. Татьяна Авинникова, Елена Механик, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.